Привет, друзья! Вы на канале Кефир, ну а я на даче. Сегодня я поделюсь с вами рецептом своей фирменной окрошкой на квасе. Набор продуктов у нас для окрошки в принципе стандартный. Здесь ничего нового для вас не открою. Будут небольшие особенности именно в способе приготовления. Наверное, для удобства сделаю все на одну порцию, ну а вы потом уже считайте, сколько вам нужно, сколько у вас гостей. Для начала почищу картошку. Так, на всякий случай, картошечка у меня вареная. Так, перекладываем аккуратно нашу картошку в блюдо до подачи. Следующим этапом у нас пойдет колбаса. Колбасу любят все, поэтому колбасы побольше, чем картошки. Отправляем нашу колбасу в нашу тарелочку. Друзья, окрошка – это то блюдо, где сильно мельчить не стоит. Каждый продукт должен чувствоваться на зубок. Ну, это мое мнение. Так, огурца достаточно. То, что осталось пойдет на другую порцию. Так, следующим этапом у нас идет редиска. Он же редис. Мы его, конечно, предварительно уже помыли. Осталось только нарезать. Так, редиски достаточно. За что мне нравится, крошка – очень все быстро. Быстренько порезал. Быстренько сделал заправку. И в теплый весенний денечек ощутил вкус лета. Займемся яйцами. Мне-то рассказывали, что яйца сварены по самому рецепту. Должны чиститься просто. Раз – и все. Сейчас проверим. Да, это так. Да, действительно. Чиститься очень хорошо. Так, и вот мы уже подходим к секрету окрошки. Точнее, как к секрету. Это далеко не секрет, но если сделаете так, будет очень вкусно. Белок в окрошку режем. Желток пока оставляем отдельно. Потом покажу, что мы с ним делаем. Ну вот мы и дошли к самому главному. Можно почти сказать, к секрету. Чтобы окрошка получилась максимально вкусной, причем не важно, на чем вы делаете. На кефе, на иране, на квасе. Разницы особой нет. Нам нужно максимально обогатить окрошку вкусом зелени. Миленько нарезаю укропчик. Добавляю туда наш желточек один. Насыпаю соли. Извините, ветер. И хорошенько перетираю все вместе с солью, зеленью и нашим желтком. Теперь нам нужно туда добавить немножко лука зеленого. И еще немножко перетираем. Добавляю по сметанке две ложечки. И все перемешиваем. У нас получилась такая заправка для окрошки. К нашей заправке добавим квасу. И хорошенько размешаем. Желток, мне кажется, еще даже немножко стягивает наш квас. Становится таким тягучим, красивым. Еще чуть-чуть. Красота. Теперь аккуратненько. И здесь уже аккуратно перемешиваем. Окрошку, кстати, люблю делать густую. Я не люблю, когда много кваса и мало овощей. Так самое то. Берем чуть-чуть сливочного хрена. Его много не надо. Прям чуть-чуть хрена. Я думаю, так будет достаточно. И чуть-чуть сладкой горчички. Уже аккуратненько вилочкой. Обогащаем наш вкус окрошки. Делаем божественные. Самое время попробовать, что у нас получилось. О, даже есть жалко. Какая красота. Это очень вкусно. Это очень по-летнему. Хрин горчится. Хрин, кстати, очень хорошо усиливает и подчеркивает ридис в окрошке. Друзья, если вы смотрите это видео и не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Поделюсь я с вами рецептом. Повторяйте его. Приятного аппетита. Пока-пока.